Дорогие друзья, сегодня мы погружаемся в удивительную историю, которая охватывает несколько десятилетий и проливает свет на жизнь одного из самых значимых дуэтов в истории фигурного катания – Олега Протопопова и Людмилы Белоусовой. Их путь от ледовых арен Советского Союза до живописных просторов Швейцарии полон триумфов и испытаний, любви и преданности. Как же так случилось, что олимпийские чемпионы, ставшие кумирами миллионов, оказались вдали от родины, в поисках творческой свободы и какую цену они заплатили за это? От пережитой блокады Ленинграда до революции в фигурном катании, от признания на международной арене до скандального побега – каждый этап этой истории заслуживает внимания. Присоединяйтесь к нам, чтобы окунуться в мир, где спорт и искусство становятся единым целым, а человеческие судьбы переплетаются с историей целой эпохи. Детство и трудные годы в Ленинграде Олег Протопопов появился на свет 16 июля 1932 года в Ленинграде в семье, где искусство и культура были неотъемлемой частью жизни. Его мать Агния Гротт была балериной, и ее работа в театре казалась предначертанной судьбой. Но начавшаяся Великая Отечественная война в 1941 году разрушила привычный уклад, и Агния стала медсестрой в госпитале, оставив сцену позади. Жили они в доходном доме графа Михаила Толстого, который располагался на улице Рубинштейна у набережной Фонтанки. Именно здесь Олег и его мать встретили блокаду Ленинграда – одно из самых тяжелых испытаний в их жизни. Маленький Олег, лишенный детских радостей, боролся с голодом и изнеможением. В его памяти навсегда остались сцены, когда изможденные соседи отдавали последнюю ложку супа, чтобы поддержать других. В спасении мальчика и его матери сыграл ключевую роль отчим Олега – Дмитрий Цензор, принадлежавший когорте поэтов Серебряного века. Именно он вывез их из блокадного Ленинграда, когда жизнь уже висела на волоске. Цензор не только спас Олега, но и стал его наставником, подарив мальчику первые коньки, которые изменили его судьбу. Вернувшись в освобожденный Ленинград, Олег впервые встал на лед. Так начался его путь к будущим достижениям в фигурном катании. Начало карьеры и встречи с Людмилой Белоусовой Первые коньки, подаленные отчимом, стали для Олега Протопопова символом нового начала. Хотя он встал на лед в 15 лет, что считается довольно поздним началом для будущего спортсмена. Это не помешало ему начать заниматься фигурным катанием под руководством Нины Лепнинской. Она была ученицей олимпийского чемпиона Николая Панина, и ее опыт и наставничество помогли юному Олегу встать на правильный путь. Путь к спортивной карьере был непростым. В 19 лет Олега призвали в армию, и на три года он оказался на Балтийском флоте, что временно прервало его занятия фигурным катанием. Однако после службы он вернулся на лед и уже в паре с Маргаритой Богоявленской завоевал бронзовую медаль чемпионата СССР. В это время, в 1954 году, на одном из семинаров судьба свела его с Людмилой Белоусовой. Их знакомство оказалось судьбоносным. Людмила, родом из Ульяновска, начала заниматься фигурным катанием еще позже, чем Олег, в 16 лет. До этого она пробовала себя в гимнастике и других видах спорта. И в первый разговор показал, насколько у них много общего, страсть к фигурному катанию и стремлении создать идеальную программу. На тот момент Людмила училась в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта, но ради совместных тренировок она перевелась в аналогичный вуз в Ленинграде. Под руководством тренеров Игоря Москвина и Петра Орлова пара начала оттачивать свое мастерство. Вскоре их отношения вышли за рамки спортивного партнерства, и в 1957 году они поженились. Этот союз на льду и в жизни стал началом блестящей карьеры, которая изменит мир фигурного катания. Путь к олимпийскому триумфу После того, как Олег Протопопов и Людмила Белоусова объединили свои усилия как на льду, так и в жизни, их путь к олимпийскому триумфу начался стремительно. Первые выступления на международной арене были далеко не идеальными, пара столкнулась с ошибками и падениями, которые не позволяли им занять высокие места. Однако их упорство и целеустремленность вскоре принесли свои плоды. К началу 1960-х годов Протопопов и Белоусова не только выросли в техническом плане, но и добавили в свои выступления художественность, которая впечатляла зрителей и судей. В 1962 году пара выиграла золото чемпионата СССР и завоевала серебряные медали чемпионатов Европы и мира. Эти достижения стали важным шагом на пути к их главной цели – Олимпийским играм. В 1964 году на Олимпиаде в Инсбруке их упорный труд и талант были вознаграждены. Пара завоевала золотые медали, покорив сердца судей и зрителей своей сложной программой и безупречной синхронностью. Они возвысили фигурное катание до новых художественных высот, добавив в свои выступления тонкость психологического восприятия и вдохновенный лиризм. Возвращение на родину после триумфа в Инсбруке было триумфальным. Протопопову и Белоусову встречали как народных героев, а их номера стали образцом для подражания. Они продолжали доминировать на международной арене, собирая золото всех возможных чемпионатов, и их творчество стало неотъемлемой частью истории фигурного катания. Революция в фигурном катании В 60-х годах Людмила Белоусова и Олег Протопопов произвели настоящую революцию в мире фигурного катания, став первооткрывателями многих элементов, позже включенных в обязательные программы международных соревнований. Их совместные выступления были не просто спортивными достижениями, а настоящими произведениями искусства, которые обогатили этот вид спорта новыми гранями. Одним из самых ярких вкладов пары стало создание элемента, известного как космическая спираль. Этот элемент, впервые исполненный Белоусовой и Протопоповым, впечатлил своей новизной и сложностью, и вскоре стал обязательным для исполнения на соревнованиях. Такие нововведения не только поднимали планку сложности, но и добавляли в программы неповторимую художественную глубину. Творческий подход пары к фигурному катанию позволил им привнести в него эстетическую и хореографическую утонченность, что сделало их выступления настоящими шедеврами. Они умело использовали классическую музыку, чтобы подчеркнуть лиричность и эмоциональность своих номеров. Это помогло им создать вникальный стиль, который вдохновлял и продолжает вдохновлять поколение фигуристов. Таким образом, Белоусова и Протопопов не только установили новые стандарты в техническом исполнении, но и расширили границы фигурного катания, превратив его в искусство, которое поражает своей красотой и выразительностью. Угасание карьеры и давление системы В 70-е годы, несмотря на огромные достижения и статус легенд фигурного катания, Олег Протопопов и Людмила Белоусова начали сталкиваться с серьезными трудностями на спортивной арене. Молодые и амбициозные коллеги стали постепенно занимать лидирующие позиции, и конкуренция усиливалась. Однако не только возраст и конкуренция стали препятствием для пары. В этот период на них начало давить со стороны партийное руководство. Их программы, которые некогда считались революционными, теперь воспринимались как устаревшие. Существовало мнение, что фигуры Протопопова и Белоусовой не соответствуют новым требованиям и ожиданиям от советских спортсменов. В 1969 году на чемпионате мира пара заняла третье место, а в следующем году на турнире СССР всего лишь четвертое, что автоматически исключало их из сборной. Спортсмены считали, что политика и давление Министерства спорта сыграли ключевую роль в их исключении из игр в Саппоро. Партия поставила крест на их карьере, решив, что их стиль больше не актуален. Это чувство несправедливости и неудовлетворенности привело к тому, что Протопопов и Белоусова приняли решение покинуть большой спорт и перейти в ленинградский балет на льду. Однако даже на новом месте они не нашли покоя. Их имена не выделялись на афишах и даже здесь им не давали полной творческой свободы. Спортсмены были вынуждены осознать, что их отсутствие в партийных рядах стало препятствием для дальнейшего развития. Обиды и разочарования накапливались, и вскоре они начали искать выход из сложившейся ситуации. Скандальный побег в Швейцарию К концу 70-х годов Олег Протопопов и Людмила Белоусова, чувствуя себя загнанными в угол из-за постоянного давления и отсутствия творческой свободы, приняли судьбоносное решение. В 1979 году, во время гастролей ленинградского балета на льду в Швейцарии, пара решила не возвращаться в Советский Союз и попросила политического убежища. Этот шаг стал настоящим шоком для спортивного мира и вызвал огромный скандал в СССР. Причины такого радикального решения лежали как в профессиональной, так и в личной плоскости. Фигуристы были разочарованы тем, что их многолетние заслуги и достижения оказались невостребованными. Им не давали возможности продолжать свою карьеру на уровне, которого они заслуживали. Гонорары за зарубежные выступления практически полностью изымались государством, и пара не видела перспектив для дальнейшего развития в родной стране. В Советском Союзе их поступок был воспринят как предательство. Чемпионов, которые когда-то считались гордостью нации, лишили всех титулов и званий, их имена вычеркнули из официальных справочников. Это было тяжелым ударом, но Протопопов и Белоусова понимали, что такой шаг был необходим для сохранения их творческой свободы и возможности продолжать заниматься любимым делом. Они поселились в живописной швейцарской деревушке Грендивальд и спустя годы, в 1995 году, получили швейцарское гражданство. Несмотря на все трудности, решение остаться в Европе дало им шанс продолжать свои выступления и жить так, как они всегда мечтали. Однако, несмотря на новый дом, они всегда скучали по родине, надеясь когда-нибудь вернуться туда, где начался их путь к величию. Жизнь в Швейцарии и ностальгия по родине Оказавшись в Швейцарии, Олег Протопопов и Людмила Белоусова начали новую главу своей жизни. Им удалось найти уютное место в деревушке Грендивальд, окруженной живописными Альпами. Здесь, вдали от суеты и давления, они смогли обрести покой и продолжать заниматься любимым делом – фигурным катанием. Несмотря на возраст, Протопопов и Белоусова продолжали выступать в ледовых шоу и на различных соревнований, что было их настоящей страстью. Они сохраняли свою физическую форму и удивляли зрителей своим мастерством, даже в преклонные годы. Эта возможность продолжать выступать и делиться своим искусством с миром была для них бесценной. Однако, несмотря на внешнее спокойствие, в глубине души фигуристы всегда тосковали по родине. Они не скрывали, что скучают по России и потому, что значило для них Ленинград. Когда появилась возможность впервые за многие годы вернуться на родину по приглашению главы Госкомспорта Вячеслава Фетисова в 2003 году, это стало для них настоящим подарком судьбы. Возвращение в Россию было трогательным событием. На вокзале их встречали поклонники с цветами, и это снова дало им почувствовать себя частью страны, которую они когда-то оставили. Тем не менее, радость возвращения была омрачена посещением могилы матери Олега, которую он не смог проводить в последний путь в 1991 году. Несмотря на жизнь в Швейцарии и все испытания, которые им пришлось пережить, Протопопов и Белоусова всегда сохраняли связь с родиной, хотя и не планировали возвращаться навсегда. Жизнь в Европе дала им свободу, но ностальгия по родным местам оставалась с ними до конца их дней. Возвращение в Россию и последние годы После долгого отсутствия Олег Протопопов и Людмила Белоусова вновь посетили Россию в 2003 году, и это событие стало настоящим триумфом для легендарной пары. Их приезд вызвал огромный интерес, и они с радостью встретились с поклонниками, которые все так же восхищались их мастерством и вкладом в фигурное катание. Визит в Россию стал для пары важной вехой. Они посетили памятные места, связанные с их спортивной карьерой, включая Первую ледовую арену и Дворец спорта Юбилейный, где когда-то начинали свои тренировки. Их возвращение на родину сопровождалось бурными овациями, и даже спустя десятилетия после своих триумфов они продолжали вдохновлять новое поколение фигуристов. В 2005 году Протопопов и Белоусова вновь приехали в Россию по приглашению Федерации фигурного катания, а в 2014 году присутствовали на Олимпиаде в Сочи, где с гордостью наблюдали за выступлениями российских спортсменов, продолжавших традиции, заложенные ими десятилетия назад. Однако, несмотря на радость встреч и возможность делиться своим опытом, последние годы жизни пары были омрачены печальными событиями. В 2017 году Людмила Белоусова серьезно заболела и ушла из жизни, оставив Олега в одиночестве. Это была тяжелая утрата для Протопопова, который всегда считал ее не только своей спутницей на льду, но и в жизни. После ухода супруги Олег Алексеевич продолжал хранить ее память и их общее наследие. Он берег семейный архив, включавший фотографии, медали и костюмы, как напоминание о долгих годах их совместного пути. Продолжая жить в Швейцарии, он мечтал о том, чтобы их прах был захоронен вместе на родине, и это желание исполнилось после его ухода в 2023 году. Заключение История Олега Протопопова и Людмилы Белоусовой – это история любви, преданности и стремления к свободе, которая оставила неизгладимый след в мире фигурного катания. От их первых шагов на льду, до триумфов на Олимпийских играх, они всегда следовали за своей мечтой, внося новаторский вклад в развитие этого вида спорта. Их решение покинуть Советский Союз и начать новую жизнь в Швейцарии стало поворотным моментом, который определил их дальнейшую судьбу. В поисках творческой свободы они пошли против системы, рискуя потерять все, что было им дорого. Протопопов и Белоусова доказали, что истинная любовь и преданность делу могут преодолеть любые преграды. Их карьера и жизнь стали примером для многих поколений фигуристов, а их вклад в спорт остается актуальным и сегодня. Несмотря на все трудности и испытания, которые выпали на их долю, они сохранили свою любовь к фигурному катанию и друг другу до самого конца. Потери, которые они пережили и решения, которые они приняли, сделали их не только героями спортивной арены, но и символами стойкости и мужества. Их история – это напоминание о том, что в жизни всегда есть место для подвига, если следовать своему сердцу и не бояться перемен.